Да ладно, сказки дедушки Бонзайи, они все одинаковые, Игорь, то, что ты говоришь, это лапша на уши называется. Вот как вот эта земляка, с которой все падают, и вокруг лёд. Чё ты мозги комбассируешь? Всё в одной паре. Вот начинаешь вот это вот. Как вы живёте? Скажите, как вы живёте? Расскажите нам. Ну чё вы влезете, скажите, надо это? Ну чё вы влезли, за Христа получили? За Болтаню. Как? Как мы живём? Да, как вы живёте? А разве не видно, как мы живём? Да чё там не видно? Просто аж радостно всем. Живём, пока хлеб жуём. Ну что нет у нас луку в чеснокодах, обойдёмся, ни у кого просить никогда не будем. Небось сынга нас не постигнет. Так, я ещё раз напоминаю, что ровно через две недели, воскресенье, будет прощённо воскресенье. Надо заранее созвонить и узнать и в Покровском, во сколько будет службы. Успокойся, пожалуйста. Во сколько будет? Мы можем прийти из половины, потому что чин прощения у нас здесь будет, мы пройдём. Но туда у нас обычай уже такой установился, мы и каждый год ходим. Поприветствуем митрополита. Там много будет священников. Обычно, как-то считал, 32 священника было со всех храмов. Так, кто на машине поедет туда? На машине меня возьмёшь? Туда и обратно увезти. Ничего там лишнего не говорить, не делать. Зашли, как обычно, стоим до конца. Можно прийти даже на половину, чуть даже позже. И когда все пройдут, как всегда, у нас идут тогда братья, а за ними сёстры по одной. Так, кто из вас пойдёт? Поднимите руку. Ну, поясни, Томар. Ты богу угодно. Я сам объяснил. Она пойдёт. Так. Главное, хорошо, что она придёт. Надо завтра будет ещё раз сказать. Даже чтобы она не в этой шапке была. Сёстры, кто у нас шить умеет? На машинке строчить? Да, да. Уже не шью теперь. Кто умеет шить? Татьяна Александровна. Так у неё рука. Значит, я завтра ещё раз объявлю. Дело такое. Света-клюй была, она портная. И у батюшки Наризы она пришила крест, какой надо. А на остальных там она не успела, или что, разные цветочки. И вот так вот, когда служен, тут широко нет. Это, это масонский знак. В разные лепестки там налепили. Шить, перешить вот именно так. Разрешение батюшки, конечно. Настоящий крест, он среди священников служит, что он один с крестом. А остальные накрученные, что там есть, цветочки какие-то. Крест прятан. Ну, чтобы такой крест был, чтобы вот так вот сходился на, ну, где самый стол. И сходилось, и дальше опять тузко, и вот так вот расширено. Ну, никогда не было. У немцев это был крест, которым награждали людей за боевые заслуги, сколько людей убили. Точно такой же крест. Называют там, какого-то масонского они, фуле или как, туле, или слова где-то. Ну, можно маленько-то посмотреть, что-то не то. Кто может за это взять? С разрешения батюшки. Крест такой, ровно, красиво, пришить, как Света Клюй сделал на той резине, в которой батюшка был сегодня. Можно это сделать? Или уже все? Ну, здесь нету, запрятан надо объявить. Посмотреть, как она делала. То, что она отпорола аккуратненько, не порезала, а потом как она пришила. Ну, видели, как батюшка выходит? У него крест. Сегодня крест спрятан. На храме вот наворочено, наворочено, там что-то вообще не поймешь. Крест простой, вот перекладина ровная. Вот он, крест. Ровная перекладина, ровная вертикальная и все остальные. На львом храме, посмотрите, на конце шишка какая-то на балдажнике. Что это? Для чего? А внизу полумесяц и показывают, там в Боснии, где мусульманин залез, крест отломают, а полумесяц уже готовый, заходят, молятся. Тут же его ломают, он железный, на него залез, топчется и наконец свалил и сбросили. Это все как будто мусульманам приготовили. Крест должен, вот, смотрите, занятие по изучению Библии. Телефон 25 06 38, скайп, Пупков Сергей. Вот это крест. Самое простое даже у нас, и то как-то все, все не так, закамуфлировано. У нас так много всего наворочено, прибавлено, конца края нет. На вопросы вообще невозможно по Библии ответить. Откуда это у вас? Понятия не имею. Это все замену только, Библию скрыли, все остальное пошло. Взамен сокрытия Слова Божия открылись ворота любого безумия и все пошло. И все это наше. А потом начинают реформы, что-то убирать. Библия пока была на престоле сознания, людей остальное не подходило к нему. Каждый сравнивал. Как Кирилл Ростолимский говорит, слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. Это надо людям преподать, чтобы Библию все знали, чтобы они могли сравнить то, что ты говоришь. А сегодня скажи такие слова, кто его знает? Батюшка сказал. Батюшка сказал. Батюшка. Как Тючев пишет, Янгус на костре. И тут-то стареца святая, когда жгли его, принесла охапку дров, как жертву на костер положила. Сказали, жечь надо, она дрова принесла, положила. А верующий-то не будет этого делать. Батюшка Никола. Значит, молиться о просвещении. Семь недель. Люди до половины доживут. Слава Богу, говорят, половина поста прошла. Янглатаус говорит, радуйся, если панель греху подпала от тебя. У нас куда не посмотришь, какая-то лживая такая струя проникает. А тут выходим только. Не прибавляй к словам его. Не прибавляй. Ну, на выходе, на дверях. Выше дверей написано. Приджа Соломона, 30-я игру, 5-6-й стих. Не прибавляй. Ну, а что? Если ты прибавил, тебя уже нет. Уже сатана вошел. Лжец. Нам кажется, что какие мы хорошие. Но только по слову посмотреть мы совсем не такие. Вы слышали такую фамилию Легайда? Не знаете. Придется познакомить вас. Владимир Шарстароманович его звать. Это очень известный человек. Там у него столько степеней патриархии. Он редактор журнала ФОМА. Религиозный журнал. Там патриаршие благословения. И выходит статья. Буквально о проклятии, что в церкви торгуют. Таинственно. Перебирает. Нас, говорит, все время идут жалобы. А вот добровольное пожартование такое. Это все фарисейство, обман. А там, где, говорит, обман, там нет Бога. Там проклятие и сатана. Заговорили люди, на каком уровне-то? Там они лишнего слова не скажут. Почему? Потому что это приближенный к патриарху Кириллу. И сегодня это вышло. Все, мы тоже взяли этот материал. Сегодня у себя опубликуем. Но они там, ну вот, торговать свечками, там можно. То есть наполовину так. Ничем нельзя торговать. В церковной ограде нельзя торговать. Все кончилось бы. А как дальше будет? Дальше мы знаем, будет не лучше. Потому что приближается время тьмы. Потому что в полночь раздался голос. Все. Жених идет, встречайте. Что означает полночь? Переход на новый день, это одно. А во-вторых, самая глубокая тьма. Это самая глубокая тьма. Время 3,5 года Антихриста. Антихриста придет, он не пойдет где-то в Кремль сидеть, там занимать должность президента. Он написано, сядет в храме, как Бог, выдавая себя за Бога. А какой Бог он сегодня признает? Ему молиться будут, жертву приносить. Он не будет говорить, что я президент, я там председатель Совета Министров. Я Бог. Есть такой фильм, сегодня поставленный, Антихрист называется. Как он приходит, как воцаряется. Другой фильм поставили, 6 называется, 6. Как будут казнить христиан, которые не покоряются. Показывает, как казнятые, голову отрубают. И как там люди продолжают обращаться к Богу. Уже ощущение вот этой беды где-то совсем рядом. О том, что Китай придет в интернете, никакое сомнение даже нет. Никакое. А кто выступает? Ну Никиту Михалкова слышали? Гимн советский написал, это его отец Сергей. Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и подвиги нас вдохновил. И сейчас который Гимн, это тоже он. Он умер, он 102 или 103 года жил. Ты с кем-то пойдешь? Одна? Нет. Смотри, одна не ходи. Что я говорю, понятно? Берегите себя. А не так, что антихрист придет, мы ему туда врежем. Вы знаете, сколько в России войск? А сколько у Китая? Сейчас все публикуют и показывают. Над ним смеяться никто не может. Сегодня самое современное у них вооружение, самое современное. Ракеты дальнего полета, земля, земля, все идут. Сегодня, если есть один миллион, полтора-два, даже этого нету. У него сегодня самая большая в мире армия. 25, что ли, миллионов. Но они говорят, 40 миллионов мы сразу в один день, на другой день мы 400 миллионов выставим. А здесь народу-то вместе с бабками, со всеми полумертвыми, 150 миллионов. Так вот тут 150, а тут и мусульмане, и все, которые в Российской Федерации. Нам не остается ничего, как плакать и молиться. Мы дошли до самого конца. Дальше идти уже некуда. Со всего мира на нас сейчас вот так идут. Остановить нельзя. И ругать президента, и на вот Путин. Это ничего не даст. Он что сделает, когда народ разный? Когда убивают друг друга. Спастись нигде нельзя. Я вам буду говорить, вы их не знаете. Такой был Арсений Павлов. У него кличка была, позывная, Моторола. Его убили. В лифт сел. Поднимается только наверх. И в это время лифт разносит дребезги. Там даже никакого шанса нет жизни. Позавчера или два дня назад убили его товарища. Называется Гиви. Но Гиви это тоже позывное его. Там же был, его друг. Вчера его, дня два назад его взорвали. А как? Высчитали, когда он заходит себе в кабинет. Никого нигде нету. Все следили. Написано, на высоком уровне сделано. То есть профессионалы делали. У него на втором этаже. Он туда заходит. Один. Он начальник военных. Полковник. И в это время за 200 метров оттуда советские готовят такой аппарат, стреляют. Называется Шмель. Шмель. Только направил его. Выстрелили через окно, через решетки туда. И выжигает до тла комната. Где он был, ничего не осталось. И соседние комнаты. Все выжжено. А там внизу сидят часовые, чтобы никого не пропустить. А его уже высчитали, когда он утром пришел туда. Убить человека ничего не стоит. И поэтому мы все не гарантированы, что нам Бог даст дожить до 70 лет уреченных. Нет этого. И опять спрашивает, а что делать? Выхода никакого не только молиться и смиренно себя вести. Примириться со всеми и трудиться и молиться. И Бог нам покажет, что. Мы всегда молимся о том, чтобы поминаем президентов, чтобы не было покушения на них. Со всех сторон отовсюду вот эта беда грядет. И спасений никому нигде нету. Никакого нету. На этой земле. Доверься Господу. Я вам сегодня немножко дам для размышления. А вы подумайте, как крест пришить батюшке там хороший. Все. Хороший крест напоминает о Христе. О светочке, о саде благоволном. Больше ничего. Ну. Примириться за то. Хорошо. Хорошо.